Вступление в Евангелие от Иоанна начинается известными словами. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, и далее. Там же во вступлении Иоанн пишет, Слово стало плотью и обитало с нами, полная благодати и истины. Фраза «Слово стало плотью» относится к тайне боговоплощения, но само описание этого события в большинстве переводов теряет из того, о чем говорит апостол. Буквально Иоанн пишет, Слово стало плотью и разбило палатку, или установило скинию среди нас. Книга Исход, помимо всего прочего, затрагивает три очень важных момента для всей истории искупления. Разумеется, это сам исход и установление Пасхи. Во-вторых, это передача закона на Синаи. В-третьих, строительство и установление Дома Божьего, то есть речь идет о скинии собрания. Бог очень подробно инструктирует Моисея в отношении того, как должно быть устроено центральное святилище. Это очень важный момент для развития религии во всем Ветхом Завете. Ведь до появления скинии у народа Божьего не было жестко установленных центральных святилищ. Период патриархов отмечен важностью и значимостью их поклонения в определенные моменты их жизни. Они либо приносили жертвы, либо возводили алтари. Например, Ной, после окончания потопа и выхода из ковчега, выражает свою благодарность Богу посредством строительства алтаря. Также Авраам, Исаак и Яков, последний после борьбы с ангелом или во время своего бегства от брата, когда ему в ночном видении была показана лестница и ангелы. С утра после этого видения он говорит, точно Бог на этом месте, а я и не знал. Он берет камень, который использовал как подушку своего ложа и помазывает его маслом, называя место своего видения Домом Божьим, Вифилем. И рассматривает его в качестве некоего небесного портала. Во всех этих случаях мы видим сакрализацию времени и пространства патриархами. Помните, когда Бог устанавливает Пасху, Он говорит, вы должны хранить воспоминания об этом во все последующие века. Сам Бог освещает этот момент времени, делает его особым. О Пасхе должны помнить всегда. В Ветхом Завете мы также видим освещение пространства. Сам Бог соделывает места святыми. Например, мы видим это в жизни Моисея. Бог является ему в горящем кусте и призывает его по имени Моисей, Моисей, повелевая снять обувь, говоря, что это место святое. В библейской религии важно понимать, что вся земля принадлежит Господу. Он является ее царем и владыкой. Бог посылает Моисея к фараону и говорит ему, что он является Богом всей земли. Он вездесущий Бог. Нет такого места, где бы он не присутствовал. Помните слова из псалмов «Куда пойду от Духа Твоего и от лица Твоего, куда убегу?» Зайду ли на небо, ты там. Зайду ли в преисподнюю, и там ты. Учение о вездесущности Бога является фундаментальным для всего Ветхого Завета. Таким образом, вся земля, то есть вся планета освящается Богом, является святой, так как она является его собственностью. Но несмотря на это положение, в Ветхом Завете мы также видим особые вторжения Бога во время и пространство. Он открывает себя особым образом, и эти моменты он наделяет особым значением. В период патриархов, места, где Бог являл себя своему народу, становились святыми. Именно поэтому и по сей день, говоря о Палестине, мы называем ее святой землей. Туда совершаются паломничества, люди хотят походить по местам служения Христа и так далее. Именно явления Бога делают обычные места особыми. Таким образом, Скиния, можно сказать, в драматической форме, представляла обетование Бога, которое он дал Израилю. Я буду с вами. Он обещал это Аврааму, Исааку, Якову. Я никогда не оставлю тебя и не покину тебя. Эммануил. Это один из титулов Христа, что буквально означает «Бог с нами». Во время Ветхого Завета присутствие Бога среди своего народа символически представлялось Скинией. То есть, это было местом встречи Бога со своим народом. Поэтому Моисею было заповедано соорудить Скинию, палатку особого рода. Почему палатку? Потому что у народа еще не было земли. Ведь в это время, израильские колена еще были полукочевым народом, который перемещался по пустыне. Бог дал обещание Своему народу быть с ним и вел его. Сами израильтяне жили в шатрах или палатках. Потому Бог и повелел им построить палатку для него. Перемещаясь по пустыне, израильтяне периодически останавливались там лагерем. Который представлял собою некий круг, в сегментах которого, или по периметру, находились определенные колена. В самом центре этого большого лагеря круга находилась Скиния, место встречи или Дом Божий. Я уже говорил, что это видимым образом представляло обетование Бога быть со Своим народом. Вспоминаю время американского политического движения за права человека. У него был своего рода гимн, который люди пели, проводя свои марши. Часть слов этого гимна была позаимствована из 45-го псалма. Пусть шумят, вздымаются воды их, трясутся горы от волнения их. В противопоставление этому псалом говорит, но речные потоки веселят град Божий, святое жилище Всевышнего. В еврейской поэзии море виделось как угроза, в то время как река символизировала жизнь. Бог со Своим народом, и Он не поколеблется. Иными словами, уверенность автора псалма, несмотря на трудности, заключается в обетовании Бога, который обещал быть со Своим народом. Это во-первых. Во-вторых, вокруг Израиля были другие полукочевые народы. Конечно, не все. Некоторые из них были семитами. Периодически эти народы совершали набеги на другие племена, с целью захвата чужой территории и так далее. Так вот, когда эти народы совершали свои походы, в центре лагеря всегда находился шатер их царя, или вождя. Центр всегда резервировался для него. Скиния находилась в самом центре лагеря израильтян. Символизм ее местоположения заключался в том, что сам Бог являлся их царем, и другого царя у израильтян не было. У них был не какой-то далекий и равнодушный к ним царь, но царь, который обитал вместе с ними. Теперь давайте поговорим об устройстве самой Скинии. Ее вход был обращен к востоку. Здесь у нас север, юг и запад. Схему пока оставим, она нам еще понадобится. Скиния была переносным сооружением. За ее транспортировку отвечал род Каафы из колена Левина, которая исполняла священнические обязанности. Никому другому, кроме рода Каафы, не позволялось переносить утварь Скинии. Эти люди следовали специальным протоколам в переноске и установке священных предметов Скинии. Помните, позднее смерть Озы, который в нарушении священных установлений посмел прикоснуться к ковчегу Завета. Общая площадь Скинии была около тысячи квадратных метров. Это внушительных размеров сооружения. Но само святилище, святое святых, было маленьким. Большую часть Скинии занимал внешний двор, за которым следовало святое место. И лишь потом, святое святых. Вокруг Скинии стояло колено Левина. Оно охраняло Скинию. Представители других колен не могли входить внутрь Скинии. Во внешнем дворе находились два предмета, а именно, медное море-умывальница и алтарь всесожжений. Умывальница была изготовлена из бронзы и использовалась для ритуального очищения священников. Для выполнения своих обязанностей, священники должны были подвергнуться специальной процедуре. Для этого и использовалась вода-умывальница. На алтаре всесожжений сжигались жертвенные животные. На каждом углу жертвенника был рог. Эти рога использовались во время умерщвления животных и принесения их в жертву. А Весолом во время своего бегства схватился именно за один из алтарных рогов. Примечательно, что по мере приближения к святому святых, если можно так сказать, уровень святости возрастал. Возрастала и стоимость материалов, из которых были сделаны священные предметы-утвари. Вернемся к нашей схеме. У нас есть большой круг лагеря, а все, что находилось за пределами стана, рассматривалось как нечистое. Это место обитания язычников. Так сказать, тьма внешняя. Язычники находились далеко от того места, где Бог являл свою милость и благодать. Получается, что чем ближе к центру вы находились, тем ближе приближались к присутствию Бога. Разумеется, что Бог вездесущий. Но речь идет о Его искупительном труде и средствах Его благодати. Они символически концентрировались в месте, которое называлось святая святых. И наоборот, чем дальше от святого святых вы находились, тем глубже вы погружались во тьму внешнюю. Об этом говорили пророки и об этом же говорит Новый Завет. Например, апостол Иоанн в его Евангелии Христос прямо говорит, что он является светом для мира. В скине, а позднее в храме, в святом месте находился постоянно горящий светильник, символизирующий вечное присутствие Бога. В святом месте также находился алтарь для сжигания благовоний. Размерами он был меньше первого, но его материалы были дороже. дым от благовоний, сжигаемых на нем, символизировал молитвы. Священник входил в святое место и молился за народ. Поднимающийся с этого алтаря дым был благоуханным. Это важно потому что рядом сжигали жертвенных животных, так что благовония создавали приятную атмосферу радости. Позднее писание говорит, что когда народ был послушен Богу, ему это нравилось, а послушание и молитвы народа Бог называл приятным благоуханием. И наоборот, непослушание и формализм народа он называл зловонием. Труд Христов в Новом Завете описывается как приятное благоухание Богу. Спаситель воплощает в себе и в своем труде каждый предмет утварь из скинии. Он свет миру. Он хлеб жизни. Это связано с еще одним предметом святого места, а именно столом хлебных предложений. Христос есть хлеб жизни. На столе были хлеба от каждого колена, то есть это был символ Божьей заботы и обеспечения нужд его народа пустыни этого мира. Христос является морем нашего возрождения. Он очищает свой народ от его грехов через принесение себя в жертву. Весь искупительный труд Христа запечатлен в разных предметах скинии, но особым образом это касается святая святых. Там находился ковчег завета. Он был сделан из дерева сетим и покрыт чистым золотом. На его крышке находились два херувима, которые своими крыльями покрывали ковчег. Внутри этого ящика находились скрижали с десятью заповедями. Посох Аарона, который расцвел и посудина с манной, которая подавалась богам народу, когда тот странствовал по пустыне. Крышка ковчега играла самую важную роль. Она представляла престол Бога, престол власти и справедливого суда. раз в год на день очищения. И только первосвященник после особых ритуальных омовений мог войти во святая святых и окропить кровью агнца крышку ковчега, которую греческий ветхий завет называет хиластерион, примирение. Таким образом, кровь жертвы покрывала престол судьи. И эта кровь защищает нас от справедливого суда Божьего. Весь процесс нашего искупления, его суд и его милость запечатлены в живом символизме скинии, то есть в месте, где Бог встречался со Своим народом.